Поехали, как говорится. Поехали, как говорится. Ну а теперь в позиционную атаку. Перерастает все это дело. И бросок от Кузнецова с ближнего борта последовал практически от синей линии. Стальные лисы сейчас тоже дают понять, что не лыком шиты они. И Гуляев начинает атаку своей команды. Трикозов бросок. Очень мощный. Из кистей сейчас Глеб наносил. И шайба просвистела в сторону от ворот. На лицевой борт отправившись. Глеб Трикозов с шайбой. Еще один бросок. Блокирует здесь нижнюю атаку от Омского 71-го. По-моему, это был 81-й номер стальных лисов. Да, Вадим Гемаев. Защитник под номером 7. Ну, в смысле, седьмой защитник в составе, а играет под 81-м. Так, Вячеслав Малов очень неосмотрительную передачу сделал. И сейчас Иннокентий Рыбин был совсем не прочь этой шайбой поживиться. Так, Зимин. Рыбин. Рыбина встретили. Гуляев это сделал. Меняется состав у стальных лисов. Ушел на скамеечку Зимин. Гололобов. Бросок. Замаха щитком бережной отражает эту шайбу. Причем там рикошет получился на пятак, где свои подставки на пятак не пустят. Но Малову это и не требуется. Трикозов в угол вновь возвращает шайбу. Хвороб. Хвороб. Бросок издали и на бок. Я Квачко находится в более предпочтительной позиции. Ну а Вячеслав Малов решил не изменять самому себе. Оставил прежний 68-й. Ананин. Пас на Гуляеву. У того тоже сохранился. 84-й. Трикозов бросок. Ближнюю 9 метил. Набоков справился. Так. Шайба в средней. Зимин ее подобрал. Вячеслав Малов затруднил этот прием. Ананин. Сильная перес... Так. Шайба. Шайба подобрана Хворовым. И Николай увлекает ее вслед за собой. Там еще и два соперника пошли параллельно омскому форварду Гуляев. Так. Подумал Михаил. Решил набросить. Не получилось. Хворов. Дотянулся до шайбы. Трикозов. От силового ушел. Бросил. Подставил клюшку. Лукин. Вячеслав Малов. Хворов. Ткач его не пускает дальше. Вячеслав Малов с шайбой. Пас на синюю. Гуляев бросил. Поэтому сегодня мы с вами будем вместе вплоть до половины первого ночи примерно. В общем, далеко за полночь наше общение будет продолжаться. А пока мячи продолжают атаковать. Ну вот по первому периоду, поначалу, обоюдоострый хоккей. Сейчас ястребы поактивнее смотрятся. Поддавливают, поджимают. Нападающим. Там чуть передержал шайбу Артем Куликовский. И поэтому вот этот наскок так и остался наскоком лишь. Ни одного нарушения правил, кстати. Уже 15 с половиной минут команды отыграли. Еще один. Канцеров. Так, Канцеров. Активно работает Роман. Против него не менее активный Вячеслав Малов. Старается трудиться. Выброшена шайба. Кузнецов. На дальний фланг. Квачко. Вход в зону от Канцерова. Не подпустили его к шайбе. На этот раз ястребы. А сейчас чуть было снова ее не потеряли на своей синей линии. И Хворов вовремя исправился. И Канцеров как раз затруднял дальнейшее продвижение Николаю. Ох, здесь Хворов поймал шайбу на себя. Трикозов бросок. И Набоков выручает сейчас. Выкатившись на границу вратарской. Гуляев. Трикозов. Ответная передача от Вячеслава Малова. Пришлось Трикозову бежать вслед за шайбой. Кузякин. Кузякин. Так, сохранила шайбу для себя. Опасно. На конте Рыбина. Меняется состав у магнитогорцев. Так, Кузякин поехал на смену. Но он начал вот эту атаку своей команды. Поэтому имеет полное право поехать передохнуть. Гололобов. Рыбин хорошо пробросил шайбу через Власенко. До угла омской зоны добрался. А там все. Гуляев по воздуху. Заброс такой в виде тачдауна. И Власенко сей скамейку запасных. Здоровья желаем 11 номеру нападения. Магнитогорской команды досталось. Принял шайбу на себя. Бросок сейчас тем временем Гуляев на себя принимает. Тот Педякина. И вот теперь уже и Лисы в позиционном наступлении. Пас на лицевую. Здесь опрокинули игрока магнитогорской команды. Смотрю на арбитров. Все молчат. Но нарушение правил незафиксированная игра продолжается у нас. Голоднюк по дальнему борту. Выбросить шайбу не удалось. Лисы сейчас позиционно атакуют. Один игрок в белосиней форме поменялся. Козлов выскочил и тут же отправился на всякий случай в среднюю страховать. Ведь туда Вячеслав Малов выдвинулся так же. 40 секунд у нас до конца. У нас начинается игровой отрезок под номером 2. Кузякин пошел встречать Гуляева. Так звучит свисток. Отбрасывание сейчас. Выиграна точка мячами. Гуляев. Ну что, сам будет бросать? Нет, передачу делает на Вячеслава Малова. Доставка шайбы на пятак. Просвистела она мимо. Ближний борт Гуляевым закрыт. Лиука. Скидывает назад Гуляеву. Компактно обороняются Лисы. Трикозов бросок. Подставил клюшку Кузякин. И бросок получился очень далеким от створа ворот. Гуляев. От синий заряжает. Соперника попал там. Присел на колено. Игрок Лисов. Но тут же встал. Бросок штанга от Трикозова. Гуляев. 2-1. Шот делает. Повторов будет видно. Как будто из пулемета Максим. Вот. Жуков. Диагональная передача. Перехвачена Гуляевым. Михаил ускоряется. Но передумал идти за ворота. Хороший пас. И Вячеслав Малов бросает. Он Абоков тащит сейчас. Хорошее спасение магнитогорского галкипера, которое не дало мячам возможности уйти в отрыв на плюс 2 шайбы. Вячеслав Малов. Игрок. Игрок. Так. Анонин. Оскар отправили на скамеечку. Вместо него Глеб как раз и вышел на точку. Бросок бережной. Отражает шайбу. И там активно Булавчук боролся на пятаке. Именно благодаря активным действиям Оскара. Удалось Магнитогорску на несколько секунд еще задержать. Трикозов не дал ему Канцеров бросить. Успел близко подкатить комскому форварду. А вот здесь выход 2 в 1. Трикозов смотрел на Хворова. И этим воспользовался защитник Уральцев. Вадим Гимаев. Это, кстати, был. Вот момент еще создают Ястребы. И тут же Лисы втроем побежали вперед. У Квачко передача на Канцерова получилась не слишком четкой. И вот как побежали втроем в атаку, так пришлось и стремительно возвращаться в защиту за тем Магнитогорцем. Гуляев не пускает дальше своей синей линии оппонентов. Филатьев. Так, Филатьев остановили. Тут же посмотрел Магнитогорский игрок. Это был Кузякин. На арбитров по сторонам. Так направо, налево. Никто не зафиксировал нарушения. Филатьев здесь хитанул оппонента. И это был, кстати, Кузякин. Бросок от Магнитогорца. Перехват от Зимина. И он же бросает и делает счет. 3-20. И правила были нарушены. Так, так. Филатьев будет удален. На пятаке он там где-то набедокурил. Выбив, очевидно, клюшку из рук Набокова. Поехал меняться вратарь на шестого полевого. За жестом арбитра. Не понял. Не понял. Не понял. Он держит еще. Поэтому жду текстовую трансляцию, друзья. Не обратил внимания, что показал арбитр. Поэтому будем сейчас наблюдать за большинством. Бросок Рыбина. И шайбу с пятака вымеля мячи. Гололобов бросает. И подбор остается на ближнем борту. За лисами. В маску попала шайба. Корохов отодвинул от шайбы соперника. Но дальше. А дальше снова на синей линии. Лисы готовы к перехвату. И они это делают плохо. Но не на самой синей, конечно, бросок, подставленный клюнтеру. Все правильно. Зимин опередил Гуляева. Так. Шайба под ногой капитана магнитогорца показалась. А теперь на пятак было доставлено канцеровым. Так, магнитогорцы снова меняются у плохого. Момент какой был. Не попал по шайбе. И снова перехват на синий. Канцеров бросает. Там закончился диалог между главным арбитром и кем-то из тренеров. Лисов. Лемтюгов там продолжает общаться. Вброс от Уральцев. Гуляев. Шайбу остановил Федякин. Перчатка и лицо прикрыл. И шайба как раз перчаткой попала. Удаление еще одно будет у Амичей. Продолжаются сыпаться нарушения у Ястреба. С эпизодом, когда Лисы доставили шайбу в Омскую зону. Рамакер. Кузякин не смог шайбу остановить. Вячеслав Малов подключает Гуляева. Михаил. Передача на дальний фланг. Здесь есть кому принять Ананин. Трикозов бросок. Набоков успел свести щитки. Клюшку подставил. Кузякин. Ананин. Трикозов. Здесь Грасс. Перехватывает шайбу на синей линии. И тут же ответный обыгрыш от Гуляева. Хвороб. Первая пятерка будет появляться на площадке постепенно. Пока Заикин борется за шайбу. Все, отборолся. Теперь уже магнитогорцы. Долгих потерял шайбу на красной линии. Ошибок стало побольше. Больше вязкости добавили соперники. Гололобов. В угол. Булавчук здесь. Гуляев. Хвороб с неудобной на Трикозова. Ананин. Бросок на боков и по летящей шайбе Вячеслав Малов. Как сейчас теннисной ракеткой попробовал сыграть. Ананин. Вячеслав Малов. В среднюю. А здесь Трикозов. Жукова слегка притормозил. Но Хворобу не удалось добраться до шайбы раньше соперника. Гуляев. Кузякин. Кузякин с неудобной бросил Ананин. Контролил этот эпизод. Ой, клюшка ломается сейчас у защитника Лисов. И Лукин. Еще одно меньшинство у Ястребов. И выведена шайба Гуляева мощным выстрелом вдоль борта. Жуков. Так. Хвороб летел на перехват. Чуть опоздал. Но загоняют Ястребы соперника за ворота Набокова. Таким образом уже 25 секунд меньшинства убили. Жуков нашел возможность проникнуть к воротам Бережнова. Снова Жуков. Пас на Кузякина. Грасс. Вдоль борта. Козлов пропустил шайбу. Кузякин снова становится ее обладателем. Время идет. Козлов. Откидка на Грасса прошла на синюю передачу Жуков. Кузякин. То ли бросок, то ли пас. Если бросок, то далековато от створа ворот. А это уже подставленная клюшка Козачка. После выстрела Грасса. Кузякин на ближний борт. Здесь есть кому принять. Это Козлов. Против него Козачок. И здесь по габаритам, конечно, омский капитан преобладает. Гуляев с неудобной. Под синюю только выброс получился. 45 секунд до появления Филатьева. Офисенко остается у Ястребов. Лисы продолжают розыгрыш. Квачков. На ближнюю штангу. Бросок в упор от Кузякина. Бережной справляется. Выброс по воздуху. Получился. Жуков через борт на Буловчука. Пас не прошел. Заикин. А тут уже Оскар Буловчук встает стеной на эту шайбу. Поджимают Лисы в третьем периоде. И большинство как раз дало возможность инициативу хоть небольшую, но получить. Долгих. Против него Заикин. Козачок. В средней зоне шайба. Долгих пошел бороться с Гуляевым за нее. Вот после того, как они еще три раза реализовали большинство в трех попытках. Лисы-то Вячеславу Малову. Гуляев. Диагональный заброс. Трикозов на Малова. На пятачок. Туда тут же пас касания пытался провести. Трикозов. Что, сам будет бросать? Бросил, да, сам. Попал. Бросок от синей линии практически в исполнении Вадима Лукина. Трикозов. Пас налево. Вячеслав Малов. Бросил. И снесли его. Ворота с двери. Лукин. Передача не прошла. Сам Лукин падает. Шайба. Трикозова. Выброшена в среднюю. Очень много технического брака в третьем периоде. И вот как Бойко смотрелся первый. Второй, в общем-то, тоже. Сейчас один из... Ну и плюс, это было лишь двенадцатое вбрасывание в этом периоде. Во втором их было 23. В первом было 18. Трикозов с шайбой. Пас бросок Хворова. Там Федякин успел клюшку подставить. Поэтому акцентированным выстрелом Николая Хворова не получился. Трикозов бросок точно. Трансляция в ангар Динамо Минск. Ну или Динамо Минск авангард. Так будет правильнее. Булавчук. Булавчук на большинство сейчас вышел. Рыбин. Подставлена клюшка гуляет. Вбрасывание за лисами. Гололобов. Наброс на пятак. На Булавчука задумывал. Не прошел. Канцеров. Зимин. На Гололобова. Разыгрывают шайбу уральцы. Гололобов. Там свободен Иннокентий. Рыбин он бросает как раз. И Булавчук снова экранировал на пятачке. А здесь шайбу Малов на себя принимает. И в меньшинстве ястребы полетели. Вячеслав Малов подкидка. Полетящий шайбе Хворов не попал. Но забрал ее Николай. Тут же своим защитником вернул. Гуляев. Вячеслав Малов. А вот сейчас ястребы огрызнулись опасно. И секунда появления Захарова. Кузякин. Назад уже отодвинулся. Они рискуют сейчас лететь в атаку. Лис. Они состав меняют. Полторы минуты играть в третьем периоде. Захаров поменялся. Трикозов шайбу вроде перехватил. И тут же ее выбили с клюшки у Глеба. Это плохо бросает. Бережной отбил. Подстраховал казачок своего вратаря. Кузнецов шайбу принимает. Остановлена она на ближнем фланге. Сейчас Лис. И посмотрите. Ну попробовали поддавить. Что из этого получится. Решили посмотреть. Эксперимент провели свой. Все. Последняя минута третьего периода сейчас пойдет. Хвороб на красной линии шайбу забрал. И просто выбрасывает ее в чужую зону. Здесь уже... Здесь уже не до атак. Прекрасно понимают ястребы. Наверное в первую очередь. Потому что в меньшинстве пришлось им только что отыграть две минуты. Понимают, что здесь лучше поосторожнее. Хотя время есть на атаку. Новый сезон тоже овертаймом с ястребами. Гуляев. Гуляев. Скорость. Михаил какую набрал. И два в одного получается выход. Гуляев здесь. Уложили его на лед. Вот момент. Люка бросает и шайба в воротах.